Привет, друзья! С вами я, Рита Суслова, и вы на моем канале. Сегодня мы идем в гости к нашим подписчикам из Иркутска и посмотрим, какой дом мы им выбрали. Дом находится в поселке Южном, в моем любимом поселке Южном. Мне очень нравится этот поселок. Дом уже с забором. Забор на ленточном фундаменте. Так, есть уже заезд для автомобиля, есть уже калитка, есть уже охрана, самое главное. Охрана есть, да. Вот так вот, сюда просто так не зайдешь. Здравствуйте! И вот такой вот дом красивый, большой, с эркером, ступени. Оксана, сколько участок? Участок 10 соток. Большой участок 10 соток. Сейчас пройдем, посмотрим. Белореченский 10 соток. Здравствуйте! Найти крайне трудно. Уже собакам сделали будки. Эти собаки приехали к нам из Иркутска. Вот они уже тут обосновались. Конечно, и тут у них, у ребят надежная охрана. Это септик, да, Оксан? Это септик, да. Еще не докопали его, уже на днях доделают. А дом сколько метров? 100 квадратов. 100 квадратов дом. Сейчас мы посмотрим участок. Отлив есть. Оксана, знаешь, что я скажу? Вот когда такая жирная трава на Кубани, она здесь не везде. Ну вот это вот, как есть. Такая жирная трава не везде. Где растет такая жирная трава, это значит хорошая почва. Потому что местами у людей просто лысое, все выжженное. Так что вот сразу скажу, перепахали. Сейчас земельку посмотрим. Сейчас посмотрим земельку. А земелька, что я вам скажу, земелька у вас отдохнувшая. На ней давно ничего не сажали, если вообще сажали когда-нибудь. И эта земелька будет хорошо давать урожай 100%. Но она сейчас вот такая вот. Земля хорошая. Земля хорошая. Но сейчас она полежит вот так. И надо еще пахать. И хорошо бы добавить песок или лузгу, семечек в идеале. Да, вы говорили. Сверху посыпать тачками, по кучкам раскидать. И это, и перепахать еще. Земля будет давать урожай. Там уже, смотрю, деревца какие-то посадили. С той стороны немножко было здесь. Молодцы. Я будем почерешивать. А там вам не говорили, что за деревья вот эти высокие? Да, мы их спилили. Это уже за градой у нас получается, забором деревья. А там чьи-то участки сзади? Там, да, кубника чья-то. Николай сосед уже подходил с нами, знакомился. Понятно. Вот так вот дом выглядит со стороны огорода. Тоже есть второй вход. Дом с газом же у вас? Да. Дом с газом, септиком. А что, скважина уже есть, да? Скважина. Да, тоже 8 метров глубина, учитывайте, если от самого. От пола, как нам вчера сказали. Это вот канализация, вижу, выходит. Ревизионный лючок есть. Девчонки, звезды наши. Да. Это звезды. Смотрю, уже даже ступенечки уложены плиточкой. Дом тоже уже в стоимость вошло дома. Да, дом с отделкой. Установлены двери металлические новые. Проходим внутрь. Большая прихожая. Потолки натяжные. Уже для светильников сделаны выводы. Пол керамогранит. Стена выровнена, отштукатурена под обои, либо под покраску. Здесь, кстати, вот арочка такая. Не часто в новых проектах увидишь арки. А здесь она есть и смотрится довольно мило. Теплые полы проложены. Я так думаю, это будет гостиная, наверное, да? Слушайте, ну просторно. Светло, главное. А куда эти окна выходят? На север или на юг? Я не знаю, север или юг. Вы знаете, что? Ну они вообще первая половина дня, получается, солнышко здесь. Первая половина дня солнце здесь. Покупайте плотные роли. Это солнцезащитное. Потому что когда солнышко и 42 градуса, это жарко. Прямо можете там не тратиться пока ни на какие шторки. А именно вот на окна стопроцентная непроницаемость солнца. Хорошо, спасибо. Хотя мы уже сделали. Что сделали? Под шторы попросили. А шторы потом для красоты повесите. Если это первая половина дня солнца, то обязательно. Солнца лежат. Да. Ну вот такая красивая, красивая гостиная. Ага, одна изолированная комната, квадратная. Ну потолки здесь сколько, наверное, 2,8? Да, высокие. Высокие потолки, а то и больше. Радиаторы уже установлены. Немаловажно, что потолки натяжные. У нас в Сибири новые квартиры так не делают. Черновая отделка в основном поддачу. А у вас здесь часовая идет. Немаловажно, как мы показывали, все удивляют. Да, часовая отделочка. И уже стоят приличные дверцы. Новые с замочками. Плитка. Вот вторая комната. Вторая комната. Детская комната здесь будет. Это третья уже идет, да, изолированная? Третья изолированная комната. Вид на природу здесь тихо, спокойно. Здесь можно наблюдать за своим садом. Уже грядочки, я смотрю, пытаются сформировать, да? Да. Ага. Будет, будет. Она страшная, эта земля, но она будет родить. Спасибо. Успокоили. Да, но советую сделать. Но я поняла, что разуслепленная. Советую, знаете, что сделать? Рассаду. Вот все выращивать через рассаду. Потому что семечко, ну вот пока, пока так. Потому что семечко, ему будет тяжело пробиться. А если рассаду саженец посадите, то он точно. Хорошо. Ну у нас грядка уже посажена. Ну и медь тут приживется. Грядка посажена? Ну там зеленка, укроп. Ну вырастет все. У меня укроп на всем участке, как сорняк. Как сорняк, да. Вот уже розетки, выключатели установлены. Это бойлерная с окошечком. И ревизионный люк, да, чтобы туда залезть, есть. Посмотреть, улазали? Нет. Надо лазить, когда покупать. А мы еще не покупаем. Поэтому мы ждем, когда он все сделает. Прежде чем платить деньги, надо залезть и посмотреть. Но по идее, здесь должно быть все хорошо. Как-то мы здесь каждый день смотришь. Вот у нас плиточка была сломана. Молодец, оперативно сработали. Все заменили, да? Арктику, да. Вот смотрю, сегодня приехал, уже поменял. Насос я вижу. Разводка под теплые полы. Фильтр надо туда поставить. Оксана, вам сказали, да? Я не знаю, Слава вчера разговаривала, да, видимо, сказали. Надо фильтр купить. Угу. Ну, сказали, я думаю, что это вчера говорили. Я вам что-то наслушала. Три комнаты мы посмотрели. Это кухня будет. Это кухня. Получается дом. Три комнаты, да? Получается дом, три изолированные комнаты и кухня. Заказали уже кухню? Кухню заказали, да? Классно. Выход. Выход во двор. Выход в огород. С кухни. Вид красивый. Уже по размерам, да, кухонька? А где заказывали? А как же там, как вы сказали, вот так и в ханскую туда. Ну, есть, ну, больше, наверное, так он нам понравится, как продавец больше. Мепельхан, что ли? Я не знаю. Там женщина очень приятно сделает дизайн проекта. С мужчиной мы расскажем, с вами демок. Ага. Когда будет кухня готова? В конце апреля. Долго у него делается. Можно с ним? Да, да, конечно. В конце апреля. Пообещали нам сделать. Предоплату уже несли, все. В принципе, заедем. Очень приятно. Новый дом, новая кухня, новая мебель. Классно. Можно сказать, мебель у вас тут тоже дешевле, чем у нас. Дешевле, да. Все удивлены, вот опять же, с кем со своими общаешься же, все равно с нашими, с Сибири. 49 тысяч угловой, большой. У нас столько не стоит там, конечно, еще на заказ. Да, я тоже заказала себе большую спальню и совсем вообще недорого вошла. Я очень довольна. Ну вот, стеночки ровненькие, все останется уже отмыть. Отмыть и уже устанавливать кухонную мебель. Ну да, плоди, очень холодные обои начали клеить. Не знаю, нужно будет. В ванных тоже немаловажно, что сплитка, да, сразу клеить. У вас такого тоже нет, за отдельную оплату, допустим. Да, попробуй-ка сделай ремонт в таком большом доме, это стоит денег. А тут все в стоимость входит. Да, тут ванная комната, установлена ванна, готовится к установке раковина. Ну, приятные такие цвета, все свеженькое, все новенькое, прекрасно. И она довольно большая. Моя ванная комната меньше в два раза. Да? Да. У нас дом большой такой. Да, а ванная, к сожалению, небольшая. Сад у вас, конечно, я ночью так пересматривала. Обалденно, конечно. Ну, мы тоже ждали там, наверное, что-то. Да, конечно, конечно, каждый год. Садите, дом, дом. У нас нет метрофона. И вот ни с чего прямо как есть. Что мы там обсуждали? Дом. Так, что нам рассказать интересного? А, насчет прописки. Значит, нам надо срочно прописку. Дом у нас еще не оформлен, но прописаться у нас уже есть возможность. Хорошо, что я об этом узнала. И можно сегодня или завтра уже получить прописку, чтобы спокойно уже быть, будучи прописанным, люди могли уже идти трудоустраиваться. Да, вот, кстати, Маргарита заговорила о прописке. Очень спасибо, благодарна Маргарите с первого дня, как мы сюда приехали. И постоянно нам Маргарита с нами на связи и помогает. Как мы приехали в первый день, в воскресенье поздно вечером и по сей день. Сейчас пропиской нам тоже помогает. Очень благодарна. Большое спасибо, Маргарита. Я, к сожалению, старалась как могла, но именно в эти шесть дней я должна была быть в своем магазине. Порекомендовали хороших людей. Да, потому что вот так вот у нас получилось. Но, слава Богу, дом выбран в моем любимом поселке Южный. Я люблю этот поселок, мне нравится. Люди здесь очень хорошие, менталитет настолько, все общительные, дружные. Всем как-то, можно сказать, не в обиду, всем есть до тебя дело. Когда мы только приехали, да, сколько мы недели же живем здесь, уже по улице знаем. Люди подходят сами, общаются, знакомятся. Ну, не в обиду, опять же, нашим сибирикам у нас такого нету. И в Сибири у нас об этом знают, что мы немножко замкнутые люди. На Кубани люди более общительные, более жизнерадные. Я не знаю, как сказать, может, солнышко, витамин 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 Витамин. Сиркутская, да? Нет, не сиркутская местная, их жительная. Наоборот, что я говорю, вот просто даже с огородом, в заграде что-то делаешь, но подходят тебе просто даже. Заправки общаются с тобой. С соседями уже, знакомы со своими, не успели сюда заехать, уже знают соседов. С левой стороны, с задней, с левой стороны. А, откуда люди с левой стороны? С Майкопа. Молодая семейная пара. Кишинка. Так что здесь очень хорошо. Не жалеем, что сюда приехали, все бросили. И очень надеемся, что здесь все-таки останемся. Осядем. Ну и дай бог. Представляете, люди ехали на машине 7 суток, считая, 2 семьи. А молодая пара и вторая пара, это сын с невесткой, ну тоже молодожены, не так давно они поженились, но у них уже ребенок сколько лет? Три годика. И вот, считай, ехала для семьи с маленьким ребенком, трехлетним, и с тремя собаками. Семь дней. Как вы перенесли? Очень хорошо. За животных тоже такая просьба, не бросайте, берите с собой. Ни в коем случае, да. Они очень хорошо дорогу выдерживают. Везде идут на уступки, в гостиницах мы все, каждую ночь останавливались, ночевали. Собаки у нас, правда, в машине ночевали, но вели себя очень хорошо. Ни разу нас нигде не подвели. И нисколько не пожалели, что мы их с собой взяли. Все-таки частичка родины нашей. Конечно, да. Поэтому забирайте животных, не бросайте. А где молодые? Молодые дома остались, поехали с нами. Там, где мы снимались. А сколько внучку уже? Три годика. Ну, готовьтесь. Надо скоро в музыкальную школу поступать, в бассейн. Ну, да. Сейчас, как только более-менее с домом, с пропиской, все, начнем уже. Не берут вот вчера, сходила, правда, больницу. На память. Взять-то взяли люди, познакомиться, они пришли с врачом. Ребенок-то мы не без прописки взяли. А в садик не берут на очередь, не ставят. А вы получите прописку послезавтра и пойдете и встанете в садик. Не волнуйтесь, да. Потому что это очень важно. Надо получить прописку. Мы тоже сразу же прописались еще до оформления, когда я дом покупала. Работа здесь есть, могу сказать. Это точно, кто хочет. Правильно мне Маргарита, когда мы с ней переписывались по вайберу, говорила, кто хочет, тот всегда найдет. И правда есть такое, что работы здесь хватает на всех. Ну, у нас единственное, что проблема пока вот с пропиской буквально завтра-пустезавтра. Я думаю, надеюсь, что мы в следующей неделе уже будем рабочими людьми. Оксана, а у вас молодые, это какие специальности у молодых? Настя у нас учится по ковар-кондитер. Саша у нас сбросил на юридическом учиться в последний год. На сварщика пошел, выучился. А сварщик хороший специально? Тоже подыскивает. Пока вот они ездили у нас на сварщиках, мы, к сожалению, сказали, прописку сделайте, приходите. Да, конечно, вам надо было сразу этим заниматься, но ничего, это недолго. Прописка делается здесь быстро. Когда у вас документы будут готовы? Так, документы во вторник нам должны дом уже сдать полностью. Все, я там думаю, в течение недели, да, наверное, документы быстро же делаем? Быстро, да, быстро. Уже я думаю, что получите. Я думаю, что во вторник получите документы. Ну и начнется здесь у вас деятельность. Да. Так, быть, уходим, чем заняться. Завозить, ну, хотелось бы, конечно, все завести, но пока вот. Дерь-то общая у нас. Слава, у меня уже не терпится и телевизор, говорит, я давай машинку куплю, привезем на экономику, пока потерпим. А вообще энергетика очень хорошая. Не знаю, вот мы дом этот купили. Бывает вот твое, город наш, приехали, когда только заехали сюда, на следующий день катались целый день, очень город понравился. Хотя я его только видела раньше на ютубе. На ютубе. И мне понравился. Учитывая то, что сейчас еще нет этой красоты, но только, ну, как бы осень поздняя, и еще холодно, холоднее, чем обычно в это время. Нет, для сибиряков здесь нормально. Но деревья начали зацветать уже, и я уже сама езжу, любуюсь. Правда, деревьями прямо еду, меня же это отвлекает внимание от дороги, потому что... Красота, чистый город, да, ни одной мусоринки нету. Слава, так у меня бычки эти курят, в машине уже сделали себе, типа, вроде пепельницы, чтобы нигде не бросать. Потому что чисто настолько, что даже не хочется мусора лишний раз где-то мусорить, мусорку дать. Места красивые здесь есть, здесь куда сходить, отдохнуть, на природу иметь. Будет посвободнее, разберем здесь. Сейчас, как все сделано у вас, поздно приглашаем себя в гостях. Да, господи, на новоселье. Здравствуйте. Это наши работники. Да, у вас доделывают остатки, уже осталось совсем немножечко, чтобы уже ребята могли спокойно въехать в дом. Маленько осталось, да. Вот, ну что, это с вами была Рита Суслова и Оксана Напольских. С приветом из Кубани. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Задавайте свои вопросы в комментариях. Всего хорошего, до скорых встреч.